Добрый день! Вы на канале цветочное счастье. Друзья, в процессе выращивания орхидей мы все сталкиваемся с большим количеством проблем и самой распространенной такой проблемой является это загнивание корней у наших растений. Происходит это по ряду причин. Во-первых, нарушение режима полива. Во-вторых, неправильно подобрана система посадки для орхидей. И в-третьих, некачественный грунт. К сожалению, сейчас уже огромное количество грунта для орхидей появилось, но не все обладают хорошим качеством. Сегодня я хочу вам рассказать о таком уже распространенном методе по спасению орхидей, когда орхидея потеряла большую часть корней и ей нужно нарастить их. Это метод посадки орхидей в керамзит или перлит. Я хочу с вами поделиться своими успехами, показать вам, как у меня посажены орхидеи в такие наполнители, как они себя чувствуют и рассказать о положительных, только положительных всех моментах от такой посадки. Потому что отрицательных, друзья, я пока не нашла. Мне все нравится. Я люблю экспериментировать. И когда я вижу, что орхидеи нужна помощь, конечно, я пробую и этот способ, и он действительно работает. У меня есть посадка как в чистый агроперлит и керамзит, также смешанный где-то слоями, как вот на примере вот этой малышки, а где-то перемешанный вместе керамзит с перлитом. Но многим известны эти материалы. Агроперлит это стерильный материал природного происхождения. Он отлично впитывает влагу, потом он ее удерживает и постепенно отдает влагу корешкам. Также керамзит это агротехнический материал, природного происхождения. Он тоже удерживает влагу, но еще обладает отличной воздухопроницаемостью, что для молодых корешков очень-очень нужно. Я сейчас расскажу, какие орхидеи у меня посажены вот в такие компоненты. Ну, на примере вот этой малышки, эта детка отделена была от, это прикорневая детка, отделена была от материнского растения. И вы знаете, ей ни одна посадка не понравилась, кроме вот этой. В любой посадке она отсушивала корни. И я постоянно ее обрабатывала. И когда уже, друзья, осталось просто два корешка, вот один можете, сейчас где-то, вот один можете вы видеть, вот он зеленый корешок, второй там внутри. Я, когда посадила ее вот в такую посадку, через месяц я увидела, что появились новые корешки. Вот вам один из примеров, что отлично. Орхидеи понравилось. Это было, знаете, у меня уже таким последним вариантом, потому что я предлагала ей все. Ну, вот, на вот эту посадку она отозвалась положительно, ей нравится. Ну, вот пусть растет. Еще у меня, друзья, вот эта орхидея, это была уценочка. Я ее, когда купила, тургор листиков был вообще там вяленький. Я ей сначала предложила закрытую систему посадки. Она сидела, я вижу, что что-то ей не нравится, и тургор не восстанавливается. Ну, решила посадить ее, повторюсь, люблю экспериментировать, смотреть, где, в каком виде. Вот здесь перлит, только в чистом виде один перлит здесь. Решила посмотреть, насколько ей понравится. И вы знаете, как только я ее посадила сюда, тургор листиков восстановился. Вот прям, вот такой плотненький. Стала активно наращивать корешки. Здесь она у меня сидит, друзья, где-то месяца полтора. Вот я вам сейчас покажу, как уже просматриваются корни. Когда я сажала, друзья, их не было видно корней. Их там было очень-очень мало. Сейчас можете видеть. Корни все в процессе роста. Более чем, друзья, она мне еще растит, вот, насколько вам видно, цветонос. Так что, такая посадка ей понравилась. Пока не забыла, хочу сказать, когда я сажала в смешанную, так же, посадка у меня был керамзит с перлитом. Я сажала в обычное классическое кашпо. Но вы знаете, друзья, мне не понравилось. Потому что уж там очень быстро идет просыхание. И я посадила, когда я посадила, вот, уже в двойной горшочек, это вот система автополива. То есть, здесь все время водичка. И быстрого просыхания нет. И тогда активно растут корешки. Это вот мои наблюдения. Я вот такие выводы сделала. И когда орхидеям требуется, я теперь только сажаю. А вот, наверное, вы уже и обратили внимание, что у меня только двойные вот такие горшочки. Я вижу, что так орхидея быстрее тургор листиков восстанавливает. Потому что здесь все время, ну, такая вот влажная атмосфера. Не мокрая, а влажная. Здесь, конечно, тоже есть нюансы полива. Об этом я буду в своих видео рассказывать. Сейчас они у меня уже, ну, конечно, политы. Как только я их соберусь поливать, я обязательно вам сниму видео и покажу, как я поливаю вот такие свои орхидеи. Потом вот эта орхидея. Это у меня тоже была оценочка. Я очень меняла ей системы посадки. И вот только на вот эту она отозвалась положительно. Стало расти листик. И вот появился один корешок. И вот растит еще один. То есть ей нравится. Здесь она у меня посаженная. В основном, ну, вот, керамзит. И есть небольшие вот слои перлита. Вот еще вам сейчас покажу на примере Клеопатра. Она у меня сидела в классическом кашпо. Я ее собиралась пересаживать, но так и не собралась, пока она мне не стала уже сигнализировать, что спасите меня. У нее листовая пластина стала покрываться пятнами. Тургор листиков нарушился просто. Были прям тряпочки висели. И когда я ее достала, я обнаружила, что грунт разложился. Корни сгнили. Ну, практически большая часть корней. Вот. И здесь она у меня, конечно, уже сидит давно. Она зацвела вот в такой посадке, друзья. Цветение продолжается. У нее тургор листиков. Вот такие листики плотненькие. Постепенно листовая пластина начинает приобретать зеленый цвет. Ну, и вижу, что орхидеи нравится. Она так же, как внутри. Но вот уже и поверхностные корешочки вот у нее растут. Как только она нарастит мне большую часть корней, я пересажу ее, конечно, в орхиату. Здесь корешков не видно. Но здесь у меня, друзья, смешан керамзит вот с перлитом. Вот еще одной орхидеи так же понравилось. Потом, друзья, вот у меня панда. Тоже была проблема с корнями. Как только я ее посадила. Ну, тогда тургор листика чуть-чуть только начинался с кончиков. Но сейчас вот уже я вижу, что уплотняются. Здесь она у меня не так давно. Где-то, наверное, ну, может быть, недельки две. Но я вижу, что корешки... Вот, сейчас я уберу бирочку. Вот, корешки сверху. Начинают идти в рост. Ну, и по тургору листиков я сразу определила, что такая посадка нравится. Здесь, друзья, у меня только... Вот, корешочки видно. Вот они зелененькие. Здесь только перлит. Так, еще сейчас вам покажу на примере вот Манхэттен. То же самое. Была проблема с корнями. Как только я пересадила ее... Здесь смешан керамзит с перлитом. Она мне восстановила тургор листиков. Более чем она еще и зацвела и продолжает активно цвести. Но уже вот цветение у нее идет, друзья, где-то два месяца она цветет. Видно, что орхидеи нравится. Она растет. Вот еще одна малышка. Пасадена тоже. Здесь она была посажена у меня в смешанную посадочку. Вот керамзит с перлитом. Вот, посмотрите, насколько вот здоровые зеленые корешки, где их видно. И вот растит новая. Обратите внимание. Вот сверху видно, да? Новые корешочки. Вот она наращивает. Так что, как только нарастят корни, я тут же буду их пересаживать в архиату. Такой момент. Ну, про полив, я вам, друзья, сниму отдельное видео и расскажу, как я их поливаю. А что касается удобрений, удобряю с каждым поливом, но развожу в 6-8 раз меньше рекомендуемой дозы. Потому что здесь питаться с агроперлитой керамзита орхидеи нечем. Удобрение как-то все-таки ей поможет. Может быстрее наращивать корешки, ну и питание. Также еще и листовая пластина должна получать. В общем, и корней-то мало. Плюс малое количество корней. И еще здесь система двойной горшочек посадки. То есть, вот как раз достаточно будет поливать ее с каждым поливом, удобрением. Но только разводить надо немножко. Ну, не немножко, а я развожу в 8 раз меньше рекомендуемой дозы. Когда я это буду делать, я вам также назову все пропорции и буду показывать. Ну, вот так, друзья. Вот такое видео вам хотелось снять. Поэтому, если вы видите, что у вас проблема с корнями. И вам нужно ее спасать. Вы знаете, это очень такой недорогостоящий способ. Он, как вы видите, вот на примере моих орхидеи я вам показала. Он дает положительные результаты. То есть, метод отлично работает. Можете попробовать. Я думаю, что вы будете довольны результатом. Единственный момент. Хорошо надо сделать обработку корневой системы. Чтоб она вся была чистенькая. И тогда уже только сажать вот или в смешанные посадочки. Но вы знаете, сейчас для меня, как бы, я не увидела какой-то разницы. Что только в агроперлите она растет, лучше наращивает корни. Нет. Абсолютно разные сорта, друзья. И вот орхидея, она все-таки индивидуальна. Вот каждая для себя выбирает. Она сама, да, выбирает свою систему посадки. Вот, которая ей по душе. Я вот уже сколько выращиваю орхидеи, я вот уже в этом убедилась. Что для каждой орхидеи своя система посадки. Вот. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Я результатом довольна. Ну, вот такое, друзья, видео получилось. Подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Также буду вам снимать дальнейшую жизнь, как вот этих орхидей, так и многих других. На этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Цветочное Счастье. Всего вам доброго. До новых встреч.